В конце 20-х Самара еще была Самарой. Еще не были снесены некоторые из самарских храмов, помнивших прежнюю жизнь. До большевиков. А на их месте не построили дома и дворцы культуры. На улицах лежала брусчатка, и наряду с автомобилями по ним ехали телеги, огруженные самыми немыслимыми вещами. Таким и увидел наш город Леонид Волков, приехавший сюда из Одессы в 1929 году. А где здесь кооперативное, не подскажете? Кто будет товарищ Волков? Что скажете, Леонид Афиногенович? Горячая и бравая, бодрит меня. Страна встает со славою навстречу дня. В Самаре Волковы вселились вот в этом доме на углу Ленинградской и кооперативной, как называлась в те годы Молодогвардейская. Именно здесь Леонид Афиногенович и его жена Вера сняли маленькую комнатку во втором этаже, где поначалу не было даже кровати. Поэтому первое время молодожены спали на горбатом сундуке, заменявшем им и кровать, и шфаньер. Впрочем, трудности никого не пугали. Наше дело молодое. Нам ли бояться трудностей? В 1929 году Волкову было 27, а родился он в апреле 1902 в селе Осокривке Херсонской губернии в семье потомка графа Воронцова-Дашкова. Когда-то его отец служил управляющим в имении графа, а затем работал завхозом в госпитале Херсонского губернского земства. Там же, в Херсоне, Леонид начал учиться в реальном училище, по окончании пятого класса которого поступил на службу в землемерно-топографическую партию. Потом снова учился и снова работал то на торфоразработках, то в губземуправлении. Наконец стал студентом техникума, где учился на факультете гражданское строительство. В 1928 окончив институт, Волков женился на киевлянке Вере Сарамятниковой. Они обвенчались в Софийском соборе, сложили в чемоданчик небогатое имущество и отправились на Волгу, в Самару, куда вчерашний студент получил распределение. Вот тут-то Волков и увидел впервые город, в котором будет мечтать и строить. Строить и снова мечтать о таком доме, которым будет гордиться эта самая Самара. Но это будет потом, позже. А пока Волковы жили в маленькой комнатке без мебели, где в феврале 1932-го у них родилась дочь Елена. А в 1935-м семья Волковых уедет из Самары, чтобы вернуться сюда через три года. Но это будет уже другой город Куйбышев. Однако еще до отъезда из Самары Леонид Афиногенович Волков спроектировал несколько зданий, изменивших облик старого города. Одним из таких весьма заметных на фоне Самары строений стало здание водного вокзала, сооруженное по проекту Волкова между Некрасовским и Ленинградским спусками. Вокзал включал в себя кассы, буфеты, зал ожидания, административные помещения. Все это вместе размещалось в двух деревянных павильонах, правый из которых был увенчан ажурной двухъярусной башенкой с небольшим шпилем. Павильоны соединялись галереей-колоннадой, в середине которой находились центральные арочные ворота, через которые пассажиры попадали на причалы к пароходам. Водный вокзал был сдан в эксплуатацию к началу навигации 1936 года и прослужил городу более 35 лет, до начала 70-х. Еще одним зданием, построенным по совместному проекту Леонида Волкова и Николая Телицына в начале 30-х годов является клуб имени Дзержинского, который находится на углу улиц Степана Разина и Пионерской. Обращать на себя внимание фасад полукруглой формы и полукруглые же балконы второго такого же здания просто не существует. Оно родилось в голове и на бумаге на том самом горбатом сундуке в комнатке, которую занимали Волковы в 30-е годы, а потом было построено в рекордно короткие сроки и сдано в эксплуатацию в декабре 32-го. Рядом с клубом Дзержинского также по проекту Леонида Волкова были построены два дома для офицеров НКВД и поликлиника. Кстати, этот участок улицы Степана Разина от Пионерской до Хлебной площади в 30-е годы был переименован в проезд Дзержинского. Но новое название так и не прижилось, и проезд Дзержинского исчез с карт города, уступив место прежнему названию улица Степана Разина. Нельзя не упомянуть еще одно здание, также построенное по проекту Волково и находившееся неподалеку отсюда. Это пятиэтажное здание УВД на Куйбышево, 42, сгоревшее в феврале 1999-го. Увы, не все страницы самарской истории радостные есть. Среди них и такие, читать в которые больно и горько, сколько бы ни прошло времени, и что бы ни изменилось. Между тем, на дворе был уже 35-й год, и Волков уехал из Самары вначале в город Фрунзе, а потом перебрался в Курск. Вместе с ним уехала и его семья, которая делила все радости и невзгоды. Архитектор уехал, А эти самарские улочки отныне будут сниться ему, его жене и дочери Леночке. Но сниться Волкову будут не только проекты, которые удалось воплотить в жизнь. Сниться будут и другие, нереализованные к несчастью, а может быть и к счастью для самарцев. Например, вот таким должен был стать реконструированный театр драмы, каким его придумали архитекторы Каневский и Леонид Волков. А это проект клуба карбюраторного завода, главный фасад клуба спиртоводочного завода, институт красной профессуры на базе реконструкции здания по улице Красноармейской, 6. Мечты и планы, сны и реальность. Говорят, что поэты никогда не забывают однажды написанных ими стихов. Может быть, поэтому, три года спустя после отъезда из Самары, архитектор Волков снова вернулся в этот город, на улицах которого уже жили его работы. Возвращение Волковых в Самару произошло в 1938 году. И теперь это был Хуйбышев. Но изменилось не только название. Другим стал город. Лица, звуки, почти все. Вернувшись в Самару, Волковы получили две смежные комнаты в коммунальной квартире, которая находилась на четвертом этаже дома специалистов, выстроенного для технической и творческой интеллигенции города. Правда, в конце тридцатых в этом доме, как и в других хуйбышевских домах, жилось не сладко. По ночам возле подъездов часто останавливался черный воронок, увозивший отсюда и техническую, и творческую, и чаще всего навсегда. А утром жильцы узнавали, что еще один их сосед оказался вредителем или шпионом. Волковым повезло. Шагавшие по лестницам так и не остановились возле их двери. В сороковом Леонид Афиногенович Волков работал старшим архитектором архитектурно-планировочного управления Хуйбышевского горкоммунаддела. Позже стал главным инженером этого управления, а потом перешел на работу в управление особого строительства НКВД. Когда началась война, архитектор Волков твердо намеревался уйти на фронт и даже отправился в военкомат писать заявления добровольцам. Но в военкомате сочли, что 39-летний архитектор будет полезнее здесь, в Куйбышеве, который отныне станет для него и фронтом, и тылом. Между тем, ставший запасной столицей, Куйбышев жил совсем не столичной жизнью. Многие голодали, еле-еле сводя концы с концами. Несладко приходилось и Волкову. Слава Богу, выручал огород, который хоть и находился за четвертой ростикой, куда надо было добираться пешком от самой полевой, но давал возможность делать хоть какие-то запасы на зиму. Мечты, застывшие в камне. Каменные песни Леонида Волкова. Но, пожалуй, ни этих песен ничего другого просто не было бы, если бы рядом с мастером все эти годы не было его близких. Людей, которые помогали словом и делом. А еще картошкой, выращиваемой на огороде за четвертой просекой. Жена Вера и дочь Леночка. Два самых близких человека. Две Веры и две Надежды. С 1942 года жена Волкова работала начальником АХО Куйбышевского спиртозавода. А с 43 по 45 мастерицей художественной вышивки в Куйбышевском промторге. Дочь училась в школе, которую окончила в 49 году. С отличием. Иначе просто не имела права. Отец бы этого не понял. Облик этой части города тоже рождался в голове и на рабочем столе Леонида Волкова, который проектировал корпуса завода имени Фрунзе и жилье для рабочих. Жилые корпуса Безымянки, Улицы Победы, Свободы, Новокзальная и другие. Это и были его стихи и песни. По-военному строгие, а порой даже суровые. Но какое время такие и песни. И вот этот дворец культуры на площади Кирова тоже помнит о Волкове, который был одним из авторов его проекта. А когда дворец возводили, вел наблюдение за его строительством. Мы построим на рабочей Безымянке такой дворец, на который будут приезжать любоваться коренные самарцы, живущие в старом городе у Волги. Старая Самара и мечтать не могла о таком дворце. А рабочий Куйбышев будет петь в нем свои рабочие песни. Потом была новая садовая план застройки жилого поселка завода имени Масленникова от самого завода до врага подпольщиков. Новые мечты и новые планы сбыться, многим из которых тоже было не суждено. Как известно, при Хрущеве началась борьба с излишними в архитектуре. С каждым годом дома становились все более и более безликими, оставляя без дела тех, кто привык всматриваться в эпоху и искать соответствующие ей формы. В 59-м Волков переехал из Куйбышева в Уфу и перешел на административную работу. Но и там в Уфе ему так и не перестала сниться Самара, где было столько придумано и создано, где прошла вся его жизнь и где остались запечатленными в камне его любимые сны и песни. Любить грешноль кудрявая, когда звеня страна встает со славою навстречу дня. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова